Не успели отремонтировать поляну сказок, как неизвестные испортили каменные фигуры, говорят дончане. Уверены, что на такое способны только вандалы. Вспоминаешь, как это все было заброшено, сделано. Но я думаю, народ поймет, исправит это дело. Такого не должно быть. Люди у нас плохо себя ведут. И считаю, что надо, чтобы было побольше милиции, чтобы кто-то за этим следил, смотрел. И тогда не будет, наверное, этого. Воспитание, наверное, в школах другое надо. Необдуманно это они делают. Ради какой-то прихоти или, я не знаю, показать себя один перед одним, что вот я могу это сделать. Но это необдуманно. Я считаю, это они необдуманно делают. Это одна из испорченных фигур. Отломанную кисть оставили возле богатыря. У царевича же похитили лягушку. Теперь он стоит с пустыми руками. Не в лучшем виде и другие скульптуры, рассказал инженер Поляны Сказок. По его словам, это уже не первый случай вандализма. Вандалы нам мешают все это дело содержать в надлежащем виде. Вы видите, что постоянно клеим лягушку, рыбку, все, кажется, нежные части скульптур. Поэтому, если бы люди относились более, скажем так, рачительно к этим всем вещам. С начала года в Донецке зафиксировано 13 подобных случаев, рассказывает начальник прислужбы милиции. Чаще всего ломают лавочки, а также памятники. Поймать же хулиганов удается крайне редко. Как правило, если обратились свидетели или заметил патруль людей, совершавших такие правонарушения, то они были задержаны и привлечены к ответственности. Руководители Поляны Сказок рассказали, что намерены обращаться в милицию. Ущерб небольшой, но переживают, что подобные случаи будут повторяться. Все фигуры восстановят своими силами. Обещают начать и закончить уже завтра. Инга Лапикова, Евгений Красюков, Алексей Костюк. Панорама.